Добрый день! Вновь с вами театральная программа Рампа. И на этот раз ее спецвыпуск. Сейчас мы находимся в столице нашей родины, городе Москва, где сегодня, 2 марта, состоится здесь, в концертном зале Чайковского, концерт Олега Погодина. И сегодняшний выпуск программы Рампа именно об этом. Напомню вам, что некоторое время назад Олег Погодин был в нашем городе, и, конечно же, с успехом прошел его концерт. И сегодня здесь, в концертном зале имени Чайковского, у него не менее замечательный концерт, после чего он даст нам интервью специально для программы Рампа. Программа Рампа рассказывает о театральной жизни. Но на этот раз мы сделали исключение и предлагаем вам встречу с артистом музыкального жанра, за которым закрепилось звание Серебряного Голоса России. Итак, мы в гостях у Олега Погодина. По искренности и элегантности исполнения и какому-то трепетному отношению к тому, что испытывают герои исполняемых произведений, в жанре лирической песни Погодину не найти равных. Чистый, удивительно легкий голос певца собирает истинных поклонников русского романса. Особая душевность стала отличительным свойством творчества певца. Погодин возвращает искусство романса, городской песни от слезливой чувствительности, вычурности к внутренней строгости, благородной простоте и сильному переживанию. Он обращается не к толпе, а к отдельному человеку, к его глазам, слуху, душе. Две гитары за стеной О, мотив, любимый мой, Старый, друг, мой, ты, Как тебя мне не узнать? Ход твой в раменоре И мелодию твою в частом переводе В Рязани я попал уже очень взрослым человеком. Это было два года назад первый раз, у меня уже было 33 тогда. Вот. Но такое настоящее, щемящее родное чувство, оно вдруг действительно как-то пронзило. И милостью Божией так получилось, что оказались люди, я им очень благодарен, они сами, но я так полагаю, что рязанцы, во всяком случае, преподают и занимаются историей профессиональной. Эти дивные, чудные, интеллигентные, добрые люди, которые влюблены совершенно в ваш край, вот, они мне действительно по таким сведениям, ну, не очень, может быть, богатым, но все-таки какие-то были, они меня нашли. Поделал очень серьезную работу, родню аж, начиная с 1812 года, вот, но, как бы, я думаю, что это все-таки Рязанщина, по-крайней мере сейчас Рязанщина, хотя, это граница Рязанской, Тамбовской области и Мордовии, ну, вот, по-моему, район Сасовский, если я правильно говорю, вот, и село Каляки Майданы, дедушке маму, который там родился, его 2 февраля исполнилось 80 лет. Правда, его вся жизнь уже связана с Украиной, он очень рано ушел на войну, совсем еще подростком фактически, провоевал всю войну, и, ну, после войны стал служить на Украине, и так там и живет до сих пор, где и мама родилась. Так что вот такая вот история. Каковы человек? Немножко о своих чертах. Вы знаете, я насколько ну, насколько могу, я достаточно полностью открываюсь на сцене в том, что я пою. Во всяком случае, выбор репертуара, он абсолютно происходит по моему желанию, и даже достаточно жестко, по моему желанию. Вот. И те слова, эти мелодии, которые исполняю, я отбираю сам, и крайне редко. Бывает так, что я с чем-то чуть-чуть не согласен там, со словами, если мелодия уж очень хорошая, мне хочется все-таки исполнить эту песню, или наоборот, если мелодия не очень меня бы заинтересовала, но слова дивные. Ну вот, ну, бывает такое, но вообще это крайне редко. А, в принципе, наверное, 90-90 с лишним процентов репертуара, это именно то, о чем я хотел бы говорить, вот так, сидя с вами, допустим, друг напротив друга, или с любым другим человеком, и рассказывая о том, что меня волнует, о том, что мне дорого, о том, что для меня важно. Вот. А как еще себя характеризовать? Я даже не знаю. Не хочется быть, как сказать, мне хочется быть счастливым, мне хочется быть добрым. Я сейчас использую слово добрый, в котором, в том значении, в котором редко используются сейчас в русском языке, а во всех языках европейских, кстати, оно синоним добрый и хороший. Вот. Это очень важное качество, не просто хороший, а именно добрый. То есть, нужный, необходимый какой-то желанный. Я, в принципе, все равно, чтобы я не пел, всегда пою о любви. Это первое, главное, и в принципе, это цель моего существования на сцене, моего выхода к людям, моей беседы с людьми. Вот. А если говорить о качестве, потому что тембровой окраски этих смыслов, вернее, этого смысла и этой цели, то лирической, конечно. Вот. Я и по тембру лирический певец голоса, и по мироощущению я, ну, хотя я, в общем, и в то же время энергичный человек, и тревожный, но все-таки лиричный. Листьев лишен отель ветра порывы, чуткой душою я жадно ловлю В золе глубокий, Устал молчаливый, Милая, я вас люблю. Ваша пластика, 18-й век куда-то нас относит. Откуда это? Вот эти жесты какие-то вот именно из того века, из прошлого? Ну, мы с вами в 19-м веке не жили. Вот. Ни вы, ни я. Вот. Я так понимаю, что вы тоже не могли жить в 19-м веке. Поэтому, какая была пластика у людей 19-м веке? Ну, хотя мы знаем, конечно, я образован в театральном институте, я актер по образованию в том числе. И, конечно, мы преподавали какие-то основы пластики разных эпох. Вот. Я, существенно, на сцене в своей естественности. Это, слава Богу, это очень, кстати, важная вещь. Без нее артист редко бывает успешным, во всяком случае, редко любимым. Ну, по крайней мере, по-честному любимым. Раскрутить там по телевидению можно кого угодно и что угодно, это понятно. А вот в такой, как бы, действительно настоящей честной работе, когда ты один на один с публикой используешь только свое дарование, свое мастерство. Вот. Поэтому я стараюсь вести себя естественно. И для меня естественно так существовать романс и лирическая песня, а в особенности романс, это точное отражение моего мироощущения внутреннего. Мне в романсе удобно, мне ничего не нужно там выдумывать, мне не нужно даже учиться. То есть мне, я имею в виду, мне не нужно учиться быть героем романса. Это естественный процесс, и в этом смысле мои заслуги особенно тоже никакой нет. Так вот сложилось, слава Богу. Не уходи, побудь со мною, здесь так отрадно, так светло. я поцелуями по кровью устаю очень членом. я поцелуями по кровью, устаю очень членом. побудь со мной, побудь со мной, побудь со мной. Олег Погудин родился в Ленинграде 22 декабря 1968 года. В 1979 году солист детского хора Ленинградского радио и телевидения. Записи того времени транслируются по петербургскому радио, до сих пор радуя слушателей чистотой голоса и качеством исполнительского мастерства. В 1985 году Олег студент Ленинградского института театра музыки и кинематографии имени Черкасова, после окончания которого актер Санкт-Петербургского АБДТ имени Горького. Но любовь к музыке берет свое, и Олег расстается с театром, и уже в 1991 году выходит его большой диск «Звезда любви». Известный композитор Валерий Гаврилин писал в то время «Слушал Олега и плакал от счастья, что снова в России родился неповторимый талант. Дай Бог ему счастливой житейской дороги, а любовь людская его уже ждет». С 1993 года Погодин ведет активную концертную деятельность России за рубежом. Все концерты исполнителя проходят с аншлагом. Голос удивительной красоты и естественности. Услышав его, понимаешь, насколько объемно, действительно пространственно может быть то, что привычно, часто не задумываясь, обозначают термином «звуковое пространство». Целая звуковая вселенная, где небо бархатно и бездонно-звездно. У вас есть ощущение привязанности дома какого-то? Петербург. Да. Хотя, вы знаете, жизнь в последнее время достаточно кочевостраническая, я бы мог сказать. Но я все равно, вы знаете, то, какое я есть, этим я обязан Петербургу. Петербургу как явлению, Петербургу как определенной форме существования, если хотите. Она в первую очередь русская, конечно, но в то же время не совсем русская, как у каждого из нас. Вот, там, допустим, Москва, или, если говорить еще о каких-то местах, которые обладают уникальной судьбой в мировой истории, или, там, говорить о парижанах, или еще что-то о себе, я обязательно буду говорить как о петербуржце, где бы я ни жил. Вот. Что касается дома, опять-таки, ну, я вот не могу дом сассоциировать конкретно со своей квартирой, допустим, хотя я счастлив, когда я туда попадаю. Вот. Это нечасто происходит. Ну, все-таки дом, конечно, Петербург. Я исходил, ну, уж центр-то точно, а так чуть не весь город почти, кроме, может быть, некоторых современных районов пешком. Я его знаю как родного человека, причем очень близко родного. Вот. Иногда как родителя, иногда как брата, иногда как, ну, может быть, родственника, которым я обязан заботиться. Потому что о Петербурге необходимо заботиться, особенно в условиях нынешней жизни. Кстати, как и о чем-то очень важном, очень настоящем, в глубинной России, я имею в виду, в первую очередь, конечно, среднюю полосу. Это то, что вот я почувствовал тогда в Рязани, это то, что я почувствовал в Калуге, хотя тоже поздно, достаточно туда попал, не был с ней связан, особенно как-то в жизни. Это то, что я помню, вспоминаю от раннего детства в Орле, где родители отца, вот в этих сквозящих на солнце, не очень горячем летнем, зеленых листочках деревьев, которые во дворе растут, и в провинциальном тихом городе, в котором в то же время рождается что-то потрясающее, великое, огромное, от, допустим, того же Дургенева и Бунина, и Тетчева, вот, до, не знаю, тоже Великой Отечественной войны и потрясающего самоотверженного героизма простых совершенно людей, которые населяли эту землю. И мыщи, не гони лошады, мне некуда больше спешить, мне некуда больше любить, и мыщи, не гони лошады. Наверняка у вас есть какая-то сокровенная мечта, к которой вы стремитесь. Какая ваша мечта? Трудно сказать. Я вот, кстати, так жизнь не отмечаю. Это немножко нахально, конечно, так говорить, но очень многое свершилось с милостью Божией. Я во многом счастливый человек. Что касается моей работы, моих отношений с людьми сейчас, это чудо, что это вот так. Это большое счастье. Если говорить о каких-то самых важных мыслях, самых важных чаяниях, то они связаны, наверное, с тем, что мне действительно дороже всего, и то, что в сердце живет. Но это будет разговор очень, так сказать, очень небыстрый. Он обязан быть очень несуетным, этот разговор. Это должен быть разговор о жизни вечной. И у каждого человека, я думаю, даже уверен, у любого, религиозного, нерелигиозного, но у любого человека, который не разучился, еще желать счастья, у него этот вопрос все равно смещается в перспективу бесконечности. Вот о том, как все-таки будет все со мною, когда временная часть, которую я знаю, так как знаю по своим родителям, по родителям родителей, по друзьям, когда она пройдет. Вот что будет там? Вот в этом смысле мои мечты сконцентрированы, сосредоточены в православии, и для меня это единственный, ну, возможный способ отношения к миру. Хотя я своей жизни ему сильно не соответствую, вот, но, по крайней мере, идеалы, мечты, они сосредоточены там. Тени ночные плывут на простое, счастье и радость, развиты кругом. Звезды на небе, 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 Так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну что ж, мы надеемся, что это наша не последняя встреча с Олегом Погодиным, и он обязательно приедет в наш родной город Рязань. С вами была театральная программа «Рампа». До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин